HR-радио представляет личный блог Анны Несмеевой. Добрый день, Россия! Добрый день, Москва! Это Анна Несмеева, с вами на HR-радио. И сегодня мой очередной аудиоблог. Мы продолжаем с вами тему разнообразия. И мне хотелось бы сейчас, в этот чудесный весенний день, поговорить с вами о том, что разнообразие создают разные люди. Да, мы хотим найти уникального сотрудника. Сотрудника на 100% подходящего к специфике нашей компании, к тому портрету идеального сотрудника, который существует в голове у вашего босса или у вашего HR-директора. И тем не менее, чем более разнообразны будут люди, которые работают у вас, тем богаче будет внутренняя среда и более устойчив будет и ваш внутренний климат, и ваша компания как бизнес. Потому что люди – это не только их должностные обязанности. Это все те дополнительные знания, навыки, весь тот недореализованный потенциал, который они приносят к вам в компанию. Мне хотелось бы сказать пару слов о том, как не погубить это разнообразие на этапе прихода новых сотрудников. Это очень важная история. Не буду здесь дискутировать с Татьяной Ананевой, она большой эксперт в HR-бренде и в работе с молодыми специалистами, но мне кажется, для нас, специалистов по внутренним коммуникациям, очень важна история подхватить нового сотрудника на этапе его адаптации. В тот момент, когда он пришел к нам, когда он еще такой зеленый, свежий, можно сказать, как огурчик, хрустящий и не испорченный, и постараться органично вписать его в компанию, в то же время, чтобы он не утратил вот этого разнообразия, не утратил этой уникальности. И здесь я хочу привести вам в пример кейс, который существует в одной чудесной питерской компании, где адаптацию, по сути, введение в работу новых сотрудников проводится силами сотрудников, которые пришли в компанию не позже, чем полгода назад. То есть тех, кто еще помнит, как быть новичком, как знакомиться, как все это осваивать. Тех, кто еще не утратил энтузиазм. Проект немножко, ну, наверное, чуть более сложный в исполнении, чем стандартный адаптационный курс, но такой проект убивает сразу двух зайцев. Он, с одной стороны, работает очень четко на удержание и закрепление людей, которые работают где-то от шести месяцев до года, и у них начинается первый этап усталости, первый этап какой-то выдыхания. Одновременно он создает необыкновенно живые отношения внутри группы, которая работает над адаптацией, вхождением новых сотрудников, и постоянно даваемые материалы, даваемые какие-то вводки, информацию, семинар, который вы делаете для новых сотрудников, они будут постоянно свежи и постоянно актуальны. И позволяет в то же время создавать вот эти вот горизонтальные связи, создавать вот эти вот уникальные отношения, которые сохранят ваше разнообразие. Поэтому, если вы принимаете новых сотрудников и принимаете их в достаточном количестве, если вы хотите, чтобы разнообразие и живая жизнь была сохранена, я рекомендую подумать вам в этом году над тем, чтобы запустить проект «Молодые для молодых» и попробовать включить, по крайней мере, включить в процесс адаптации новых сотрудников тех, кто еще недавно был новичками, попробовать через живые встречи, беседы, экскурсии под их руководством сделать вход новых сотрудников в компанию приятным, безболезненным и интересным. Это была я, Анна Несмеева. Услышимся через неделю. HR-радио представляет Личный блог Анны Несмеевой Слушайте каждый вторник Личный опыт в области внутренних коммуникаций, корпоративной культуры и внутреннего пиар Простые и практические решения Каждый вторник Личный блог Анны Несмеевой в эфире HR-радио на сайте HR-радио.ру и на странице в Фейсбуке facebook.hradio.ru